здравствуйте с вами Армольна Татьяна и в этом выпуске своего видеоблога я решила рассказать о конце сентября потому что конец сентября у нас время весьма кризисное такое турбулентное и вопросы о том а что происходит почему сейчас так тяжело почему рушатся какие-то ожидания надежды почему люди встречаются с каким-то непреодолимым вроде бы препятствием сыпется ко мне со всех соцсетей и приходят на почту я решила немножечко внести ясность в этот вопрос с точки зрения астрологии ну потому что ответов может быть действительно много все зависит от того чем мы будем это объяснять я могу объяснять только планетарными явлениями этим сейчас и займусь ну во-первых я всех поздравляю с тем что мы будем скоро буквально 23 сентября проживать день осеннего солнцестояния это время очень и очень сильно энергетически даже в какой-то степени волшебное магическое издревле вы знаете что в славянской практике это было в славянской традиции ну и ведической традиции то есть до сих пор этот день встречали как большой праздник как его ждали как возможность небесам заявить о своих намерениях попросить у них помощи в том чтобы реализовать свои планы рассказать им о своих мечтаниях и в общем-то провести некие ритуалы для того чтобы задобрить задобрить вселенную чтобы она помогала но если у вас есть такое желание и в общем-то у вас есть я имею ввиду желание со вселенной пообщаться чтобы энергию вот эту солнечную принять и есть для этого какая-то актуальная тема вы действительно чем-то сейчас болеете вас действительно какой-то период к то в котором нужно помощь вселенной то не пропустите его завтра огромное количество ритуалов написано в соцсетях в интернете много статей я не буду все все это пересказывать потому что в общем то честно вам скажу я не профессионал в этих моментах я пользуюсь простыми ментальными техниками и завтра я точно не пропущу момент для того чтобы в общем то некотором смысле пообщаться со вселенной на предмет своих желаний ну а вот по поводу того что же происходит помимо этого на небе могу сказать что происходит весьма непростые события в этот год появление вхождения солнца в нулевой градус весов связано с весьма непростым противостоянием между ураном и юпитером об этом я уже говорила в общем прогнозе на сентябре вы еще раз можете его пересмотреть уже какие-то видимо первые итоге как минимум сентября можно подвести и сказать насколько он был реализован но самое интересное нас ждет как раз таки в ближайшие 10 дней почему потому что в это время будет кульминировать как раз таки это оппозиция между юпитером и ураном эта оппозиция была весь 2017 год так или иначе эти планеты то сходились то расходились они образовывали по крайней мере юпитер еще и тау квадрат зачастую квадрат с плутоном ну в общем юпитер побил нас достаточно сильно и побил с помощью вот этих двух мощных планет плутона и урана и перед тем как перейти в новый для себя знак наверное вы все знаете о том что ну и возможно даже кто-то ждет что юпитер перейдет скорпиона вот-вот 10 октября он сделал вот свою последнюю позицию с этой мощной планеты перемен с планеты урана и это конечно такая история про то что наше что-то социальное встречается с нашим чем-то очень индивидуальным очень лично и встречи это происходит под знаком борьбы по знаком конфликта и здесь выход не в том чтобы где-то найти какую-то третью точку какой-то консенсум а вот в том чтобы чтобы через эту борьбу через эту внешнюю внешнюю какой-то кризис или внутреннюю трагедию принять существующую реальность юпитер всегда имеет отношение к нашим идеалам то же самое можно сказать в общем-то и о весах это социальные идеалы мы имеем какое-то отношение мы имеем какое-то воззрение на наше взаимодействие социум индивидуальное взаимодействие это когда у нас есть личное партнерство общественное взаимодействие когда мы работаем в рабочем коллективе каком-то или просто каких-то социальных процессах так или иначе задействованы то есть вот эти моменты сейчас подвергаются, откровенно говоря, жесткой критике со стороны небес. Они нам небеса показывают, где мы что-то слишком сильно идеализировали, в каких розовых мечтах мы пребывали по поводу чего-либо. Сейчас идут какие-то сверх перемены, они идут на огромных скоростях. Мы за ними не успеваем, нам больно, у нас личный кризис, у нас есть драма. Если эта оппозиция в целом попадает на какие-то личные планеты в вашем карте рождения, то она точно заставит вас пострадать в последних днях сентября. Это оппозиция как раз о том, что мы должны с чем-то расстаться, то, что мы очень сильно идеализировали. Это оппозиция о том, что мы хотели сохранить некий баланс, но небеса говорят нет, не будет баланса. Баланс будет в чем-то новом, но это новое вам придется принять. Вот что нам говорят небеса. И вроде было бы все, ну, может быть, достаточно не так явно, как если бы в это время все наши личные планеты постепенно достраивали оппозицию к Нептуну. То есть, начиная с 19 числа на оппозицию к Нептуну пришел Меркурий, потом придет Марс, вот он будет буквально там где-то 24-25 кульминировать, и потом придет Венера. При этом они достраивают, потом они еще будут достраивать и квадраты к Сатурну. Сатурн, помним, у нас в знаке Стрельца, сейчас у нас парад личных планет в Деве. То есть, вся история о том, что большой кризис, вынужденность каких-то действий, принятие каких-то решений через проблему, через то, что есть внешние препятствия, есть какой-то серьезная необходимость что-то менять для того, чтобы двигаться дальше. Хорошо, что на небе нет хотя бы большого креста, который говорит о том, что выхода нет. Правда, кресты не всегда об этом, но они говорят о том, что проблема материализуется, вот она, она прямо упала на наши плечи. К счастью, такого небеса нам не создали, но в общем-то, в общем-то, кризисную ситуацию, вплоть где-то там до десяток чисел октября мы будем проживать. И вот то, что я сказала по Нептуну, вроде бы, какая связь между Юпитером и Ураном и, там, например, теми же личными планетами в оппозиции к Нептуну, она прямая. Она просто о том, что на небе слишком много оппозиции, на небе слишком много конфликта и противоборства. И поэтому мы не можем к этому вообще остаться равнодушными. Например, 19-го числа прямо там перед Новолунием Меркурий дал оппозицию к Нептуну. Это была история про то, что во многих судьбах были какие-то, произошли какие-то очень важные судьбоносные разговоры. И человек совершенно по-новому увидел ту ситуацию, которую он себе вроде бы совершенно реальной и очевидно представлял. И эта ситуация ему не понравилась. Сейчас будет оппозиция Марса к Нептуну. Она будет вот там 24-25 числа. И это говорит о том, что от нас большие планеты Уран и Юпитер требуют перемен, расставания с чем-то иллюзорным, изменения наших идеалов. Но с другой стороны, тот же Марс в оппозиции к Нептуну будет говорить о том, что мы тормозим этот процесс, мы не можем активно в него идти, мы растворяемся в собственных мыслях, мы путаемся в них, мы теряем надежду, мы теряем концентрацию и не можем целенаправленно двигаться вперед. Потом туда добежит еще Венера. Венера станет в оппозицию к Нептуну. И это будет жестокое разочарование в том, в тех наших мыслях, в тех наших целях, в тех наших действиях, которые мы прожили, может быть, даже не только в сентябре, но еще и раньше. Вот оно, как все случается. Это как бы итог, подытоживает Юпитер свое прохождение по знаку весов. И, честно говоря, вот эти истории про то, что... Прекрасные истории про то, что Юпитер в весах принесет нам равенство и благоденствие. Да, он принес, возможно, да. Но он принес его как раз-таки через серьезную борьбу, через серьезную трансформацию. И сейчас он делает последний свой аккорд. Аккорд он делает перед выходом в знак Скорпиона. И в знаке Скорпиона это будет совсем другой. Юпитер, о чем я расскажу, конечно, подробно в своих отдельных роликах. И там будет его тринг Нептуну. И там у нас будет создание новой ценностной шкалы. Создание нашей новой веры. Создание нашей новой надежды. Но вот сегодня, вот здесь, в эти 10 дней, последние там сентября, начало октября, мы должны с чем-то расстаться, мы должны в чем-то разочароваться, мы должны что-то отплакать, и мы должны войти в новый период совершенно новыми мыслями, новыми идеями и даже идеалами. Вот интересная оконцовка сентября оказалась. И знаете как, я надеюсь, что это не будет крушением каких-то наших надежд, потому что вера всегда остается. Но это будет прекрасным уроком для нас, в эволюции нашей зрелости, что нам всегда у нас должна быть готовность меняться, готовность отпускать и готовность что-то новое принимать. Чего я вам желаю, а еще желаю крепкого здоровья и хорошего настроения. Не прощаюсь с вами, говорю до свидания.